Эмоциональная полнолуния. Сильный день летнего солнцестояния. Пост-экадаши. Всё это ожидает нас на предстоящей неделе. А теперь давайте обо всём поподробнее. На этой неделе самым главным событием будет полнолуния. Оно случится практически в конце недели, 22 числа, но влиять будет на нас всю неделю. И для кого-то это эмоциональное полнолуние будет направлять вас на перемены, связанные с темой здорового питания, внедрения хороших привычек. То есть захочется вообще поменять какую-то систему жизненных принципов, но в лучшую сторону. Но для кого-то, у кого Луна не в самом лучшем положении или кто луннозависим, этот период может нести сильные скачки. Когда может быть разочарование в текущем жизненном периоде в людях, эмоциональная нестабильность. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, если вы знаете, что лунные циклы на вас влияют достаточно сильно, на эту неделю распределить правильные действия. То есть не назначайте эмоциональных разговоров, не планируйте важных мероприятий. Будет благоприятно гулять на природе. И если говорить относительно события за событием этой недели, то самым первым, это будет 18 июня, нас ожидает пост Акадаши. Если вы ранее не соблюдали этот пост, настоятельно рекомендую. Очень благоприятный день для проработки негативной кармы и для очищения. Не только физического с точки зрения питания, но и ментального. Поэтому рекомендую. Следующим важным событием этой недели будет день летнего солнцестояния. Это не совсем относится к астрологическим событиям, скорее к природным событиям. Но этот день тоже обладает большой силой. И он связан с темой природы, с темой обновления. И очень благоприятно в этот день проводить именно на природе. И благоприятно делать различные практики, которые связаны с солнцем, с сурьей. И отдельно у меня на эту тему будет обязательно шорт не пропустить. Я буду рассказывать, что благоприятно делать в этот день. Но сам по себе день, если вы, к примеру, работаете, не можете ничего спланировать важного, практик, нет на это времени, то хотя бы найдите время просто выйти в парк, куда-нибудь на природу и попрактиковать медитацию, связанную с солнцем. Или просто даже посидеть на солнышке. Следующим событием этой недели будет 22 июня нас ожидает полнолуние. И полнолуние пройдет в огненном знаке стрельца. С этого периода начнется как бы новый этап, новый отчет, как я говорила в самом начале видео. Это полнолуние принесет желание перемен. Для кого-то положительный, для кого-то захочется вообще все поменять. Но мы помним, что в такие периоды не стоит принимать решения, поскольку потом можно о них пожалеть. Сам день 22 июня благоприятно провести активно достаточно, но не через общение с людьми, а через то, что вот в этот день вы будете делать. В плане зарядки, то есть встать пораньше, сделать зарядку, наметить какие-то дела, связанные с тем, что вы, к примеру, откладывали. Не прям важные, а домашние дела, может быть. Или вы давно откладывали какие-то цели для реализации, хотели бы немножко погрузиться в них больше. Вот в этот день будет благоприятно делать именно это. Но относительно эмоционального состояния этот день нестабильный. Поэтому учтите, что периодически может кидать от невероятной мотивации до полного эмоционального провала. Обращайте на это внимание. И в этот день я не рекомендую никому употребление алкоголя, любых интоксикаций, поскольку это очень негативно будет влиять на ваше эмоциональное состояние и на принятие решений. То есть, если говорить про саму неделю, с понедельника по пятницу, включая пятницу, это будет достаточно эмоциональный период, в субботу у нас полнолуние, а потом начнет немного отпускать. Поэтому вы можете, в принципе, планировать важные дела на эту неделю. Просто постарайтесь совладать со своим эмоциональным фоном. Это все, что предстоит нам на этой неделе. Надеюсь, информация была полезной. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok